Здравствуйте, с вами Александр на канале «Финансовая независимость». Инвестирую уже почти 25 лет и продолжаю помогать вам это делать правильно. Опыт и знания позволяют. Сегодня будет очень полезное видео для всех людей, которым не безразлично собственное благосостояние и благосостояние ваших родных и близких. Сложно сейчас найти человека, который не почувствовал на себе разорительный рост цен в последнее время. Цены растут в продуктовых магазинах и на другие товары и услуги сейчас очень заметно. Деньги тают на глазах. Многие даже столкнулись с таким парадоксом, когда и зарплату вроде повышают, а свободных денег после всех обычных ежемесячных трат больше не становится. Порой даже наоборот. Почему так получается? Все просто. Инфляция сжирает наши деньги. Даже в тот момент, когда они просто лежат в наших кошельках. Рост цен побеждает деньги. Их надо спасать. И в этом ролике я затрону не только текущую ситуацию с инфляцией, но и расскажу, как в принципе нам с вами эффективно обманывать инфляцию в любое другое время, на протяжении всей нашей жизни. Итак, как спасти деньги от инфляции, как правильно себя вести с деньгами. В этом обучающем видео будет много интересного и важного. И про защитные активы, и про золото, и про банковские вклады и так далее. Много полезного материала. Видео важное и обязательно к просмотру до конца всеми, кто не желает мириться с денежными потерями от инфляции и хочет прожить жизнь в достатке. Это точно надо знать всем. Есть смысл смотреть этот ролик полностью. Там интереснейший график есть. Если не посмотрите полностью, то многое потеряете, гарантирую. Начинаю. Известно, что умеренная инфляция – это двигатель экономического развития. Наличие умеренной инфляции в экономиках очень важно. Это признак здоровой экономики. Многие страны пытались и до сих пор даже пытаются стимулировать инфляцию до эффективных нужных величин. В США целевая инфляция – это около 2%, сейчас больше 3%. В России целевая – 4%, сейчас грубо около 10%. Это я говорю, естественно, про официальную инфляцию. По факту и там, и там инфляция сейчас существенно выше. К тому же не стоит забывать, что у каждого из нас своя индивидуальная реальная инфляция, которую даже можно рассчитать, если заморочиться. И она сейчас, похоже, в большинстве случаев выше официальной. Кстати, напишите в комментариях, какая вот хотя бы примерно сейчас вот по вашим ощущениям у нас в стране инфляция. Напишите, почитаем вместе. Однако, не везде и не во всех странах ведут борьбу с высокой инфляцией. Ярким примером стимулирования роста инфляции до пандемии была Япония. Эффективная небольшая инфляция для этой страны была нужна и важна. Сейчас в Китае довольно низкая инфляция. Но также вот мы знаем с вами примеры слишком высокой, разрушительной и даже неуправляемой инфляции. Слишком высокая инфляция сейчас, например, в Турции. Про дикую инфляцию в Венесуэле уже знают практически все. На экране, кстати, вот график инфляции в Венесуэле за последний год. Раньше было гораздо больше, а сейчас примерно сравнимо с Турцией. В 90-е годы у нас в России тоже была гиперинфляция, почти неуправляемая. Многие помнят те времена и до сих пор боятся этого явления. И боятся есть чего. Инфляция сжигает наше не только рублевое, но и валютное сбережение. Инфляция также и влияет на наши инвестиции и на будущее благосостояние. В общем, деньги надо спасать от инфляции. Если не спасать, то очень быстро останетесь с пустыми карманами. Итак, как будем спасаться от инфляции? Давайте по порядку. Многие из нас пытаются спастись от инфляции с помощью банковских вкладов. То есть я начну с самого простого, с банковских вкладов. Про валюты, золото, другие защитные активы, акции, облигации и так далее расскажу сегодня обязательно позже. Это все надо знать обязательно. Так вот, про банковские вклады. Кстати, на протяжении всей моей публичной деятельности, а это около пяти лет, вот здесь на канале я говорил, причем несколько раз, что банковский депозит не спасет от инфляции. И нередко добавлял, что иногда бывают, как правило, непродолжительные периоды времени, на которых это таки случается. И вот сейчас именно такое время. Конкретно сейчас проценты по банковским депозитным вкладам обгоняют инфляцию, официальную инфляцию в России. Такое было и в прошлом. Как правило, такое счастье длится недолго и неспроста. Случается такое по разным причинам. Например, банкам слишком сильно нужны деньги, и они готовы за это платить. Бывают и другие причины, но не в этом суть. Так вот, сейчас официальная инфляция грубо в районе 10%, а банковские вклады даже от крупнейших и надежных банков, в зависимости от срока хранения, предлагают от 12 до 18% на средние сроки, от месяца до полугода, можно и по 20% открыть вклад, но там, как правило, будут или дополнительные условия, или проценты в конце срока, или слишком срок короткий, или много чего еще, что написано в договоре, и что обязательно нужно прочитать и учесть. При этом надо понимать, что такое счастье не будет длиться долго. Ведь не зря же я на протяжении многих лет говорил на канале, что банковский вклад не обгоняет инфляцию. Я имел в виду длительные периоды времени и всегда добавлял именно эти слова про длительные периоды времени. На долгосрочном временном горизонте уровень доходности по банковским вкладам действительно примерно равен уровню инфляции, и это нормально. Скажу больше, это подтверждает статистикой и логикой. Банки ведь это коммерческие структуры, и они не любят переплачивать, и зачастую не видят смысл платить за привлеченные деньги премию выше текущей инфляции. И, кстати, миллиардеры и просто богатые люди не держат все свои деньги на банковских вкладах, потому что понимают, что они там в лучшем случае не теряют свою покупательную способность. Не делают так богатые люди. Не зря же ведь они, как правило, владеют какими-то бизнесами, которые генерируют прибыль и увеличивают благосостояние своих хозяев быстрее инфляционных процессов. Но я здесь про большой бизнес, естественно, говорить не буду, потому что это доступно реально далеко не всем. Так вот, вывод по банковским вкладам. Что же делать нам? Все просто. В уникальные периоды, как сейчас, когда проценты по банковским вкладам обгоняют инфляцию, вкладами вполне можно пользоваться. Но надо сразу задавать себе вопрос, а что потом? Вы понимаете, куда или во что вы переложите эти деньги, когда ситуация выровнится, когда процентные ставки по банковским вкладам уменьшатся и перестанут обгонять рост цен? Или вот такая ситуация, инфляция что-то типа 12% суть не в цифрах, вы, например, положили свои последние кровно заработанные под 18% на полгода, конкретно сейчас это реально сделать, вроде радуетесь, но, например, через 4 месяца эти деньги вам понадобились, причины могут быть разные. Тогда придется закрывать банковский вклад досрочно и терять проценты, если это было прописано в договоре, если такое условие было. Так вот, резюме по банковским вкладам, и конкретно на сейчас, и на будущее. Подчеркиваю, и на будущее. Лично я использую банковские вклады всегда с учетом следующих принципов, и на высокой инфляции, и на средней, и на низкой. А именно, использую банковский вклад только с быстрым доступом к деньгам и без потери накопленных процентов для хранения части подушки безопасности и хранения других своих денежных средств, не задействованных в инвестировании. Мне точно важен быстрый доступ к деньгам. А значит, мне подойдет накопительный вклад или накопительный счет и его аналоги. Да, там проценты точно будут не максимальные, не рекламные, и, кстати, там тоже нужно читать условия в договоре. Лучше всего, когда проценты рассчитываются каждый день на остаток средств на счете, а не каким-то иным хитрым способом, который в итоге способен уменьшить эффективную процентную ставку выплачиваемых вам денег. А там хитрости есть. Банки хитрят, пишут 1%, а после применения хитро выдуманных условий эффективный процент оказывается меньше заявленного рекламного. Это обязательно учитывайте. В общем, я всегда и даже сейчас отдаю предпочтение вариантам, которые позволяют забрать деньги в любой момент без потери процентов. Кстати, пишите в комментариях те интересные варианты, которые вы уже нашли по накопительным счетам и банковским вкладам. Думаю, это интересно всем. На экране сейчас как раз ваш коллега, подписчик канала «Финансовая независимость» как-то раз выдал вот такой список накопительных счетов. Я не проверял эти процентные ставки и в условиях этих вкладов не вникал. Но в глаза бросаются очень короткие сроки, обратите на это внимание. Потом щедрость банков может снизиться после истечения этих сроков. Не забываем учитывать это. И, конечно же, я не стану открывать длительные и безотзывные, подчеркиваю, безотзывные вклады с потерей процентов при досрочном расторжении договора о вкладе. Мне это точно не нужно. Потому что я инвестор и хорошо понимаю, что на длительном периоде времени банковский вклад не обгоняет ни инфляцию, ни грамотно инвестированные на фондовом рынке денежные средства, ничего не обгоняет. Банковский вклад – это про сбережения, а не про инвестиции. И у меня сейчас нет никакого фанатизма по банковским вкладам по текущим большим процентным ставкам. Я в любом случае буду использовать те принципы, которые изложил выше. А тот факт, что сейчас процентные ставки высокие, даже по некоторым накопительным вкладам, меня просто радует дополнительно, не более того. И я этим пользуюсь. Ну а вам советую перед открытием банковского вклада освежить в своем мозгу цели и смысл для вас этого шага. Понять, куда вы потом будете перекладывать эти средства и как себя поведете, если деньги понадобятся до окончания срока вклада. Если вклад, конечно, безотзывный. Это все желательно также учитывать. В общем, банковский вклад – штука интересная и местами полезная, но только в умелых руках. И, как правило, это вспомогательный инструмент, потому что на длительном периоде времени он не способен повысить покупательную способность вашего капитала. Проще говоря, перекладывая деньги со вклада на вклад, много лет богаче вы не станете однозначно. Так, едем дальше. Можно ли спасти деньги от инфляции, накупив, например, долларов, евро или юань? Тут можно очень коротко ответить – нет. Потому что и у этих других валют тоже есть своя индивидуальная инфляция страны, в которой эта валюта выпущена. Я еще в начале ролика говорил, что текущая инфляция в США официальная больше 3%. Но здесь есть нюансы. Коротко доложу вам и о них. Так вот, с помощью владения, например, долларами, все же таки можно защититься от рублевой инфляции, но только частично. То есть ваши деньги, переведенные в доллары, будут обесцениваться гораздо меньшими темпами, чем рубли в стеклянном банке. Но стоит ли этому радоваться? Ведь со временем покупательные способности этих денег, вашего капитала, будет неумолимо снижаться. Инфляция беспощадна и к доллару. И к евро, и к юаням, и к тугорикам. Раньше россиянину можно было положить и эти доллары на банковский вклад, и тогда вот в этом случае тоже можно было примерно догнать инфляцию, но сейчас из реального только банковские вклады с юанями. Ими тоже можно пользоваться, но на долгосрочном периоде инфляцию вы в этом случае не обгоните, но приобретете некоторую защиту от возможной резкой девальвации рубля. А это иногда у нас случается. Лично у меня вкладов в юанях нет, но не потому, что это плохо и не нужно, а потому что у меня нет задач и целей, которые соответствуют рассматриваемому варианту размещения денежных средств. Далее. Как еще люди пытаются спасти свои деньги от инфляции? Рассмотрим всем известный защитный актив под названием золото. Тоже вполне доступный вариант. Тут и инвестиционные монеты, и золото на фондовой бирже, золотые слитки, есть еще другие варианты вложений в золото, но сейчас не об этом. Так вот, цена золота довольно неплохо привязана к доллару и даже отрабатывает инфляцию этого самого доллара на длительном периоде времени. На экране сейчас у вас очень интересные графики. Графики реальных среднегодовых доходностей по классам активов за период времени более чем 200 лет. 200 лет. Золото это голд, желтый график соответственно. Доходности реальные, а это означает, что горизонтальная ось, то есть ноль, это уровень инфляции. То есть доходности с учетом инфляции. Видим, что золото слегка обгоняет инфляцию по своей реальной среднегодовой доходности на очень длительном периоде времени. Также хорошо видим, что доллар проигрывает инфляция и уходит в отрицательную область. Доходность рассчитана естественно в долларах здесь. Так вот, золото, как правило, начинает расти в цене на инфляционных рисках. Текущий рост данного товарного актива связан именно с усиливающимися инфляционными страхами. Получается, судя по графику, что инвестирование в золото на длительном периоде времени будет более доходным, чем любые банковские депозиты, потому что золото слегка все-таки обгоняет инфляцию. Но это на длительном периоде времени. Помним, что на коротких периодах может быть и наоборот, и разница может оказаться очень даже заметной. Что лишний раз должно наталкивать вас на мысль, что инвестирование это процесс только долгосрочный. Вот, ну давайте я здесь вот в этом ролике не буду углубляться в тему золота с головой. Тема обширная. Не стану вам рассказывать про металлические счета с золотом, про золотодобывающие компании, про корреляцию золота с остальными классами инвестиционных активов, про налоги, про риски золота и про способы инвестирования в него. Все это я сравнительно недавно уже рассказал вот в этом видео, обложка на экране. Там много важной и нужной информации. Там тема золота раскрыта полностью. Кстати, было у меня также вот и видео про банковские вклады, обложка тоже на экране. Оно тоже вышло недавно. Мощное, объемное видео с примерами, логикой и с ответами на большинство ваших вопросов. Ссылки на эти ролики будут в описании к данному видео. Так что можете продолжать просмотр, а потом загляните вот в то описание и по желанию сможете ознакомиться и с этими темами тоже. Смотрите, а здесь давайте сэкономим время. В общем, смотрите, а здесь давайте сэкономим время. Это позволит мне сейчас продолжить вещание по основной теме сегодняшнего ролика. То есть продолжить рассказ о том, как нам с вами спасать наши денежные средства от инфляции. И здесь можно совершить очень плавный логичный переход от темы золота, если опять посмотреть на уже знакомый нам график. Так вот, следующим важным защитным активом являются облигации. На графике это слово бонс, соответственно розовый цвет. Но под статус истинно защитных активов подходят только государственные короткие облигации. Это уже ближе к слову билдс на графике, и это будет зеленый цвет. Видим, что инвестиции в облигации заметно обгоняют по своей доходности, рассмотренное нами выше золота. Есть даже облигации, индексируемые на величину инфляции. У американцев это так называемые типсы. В России среди облигаций государственного займа тоже есть бумаги, привязанные к инфляции. Облигаций великое множество, и доходность у них разная. Я бы выделил конечно те самые ФЗМ, облигации федерального займа. У них защитные свойства наиболее выражены, и они обладают наименьшим риском среди всех российских облигаций. Некоторые из них прямо в моменте, на коротких периодах времени слегка обгоняют инфляцию, некоторые способны это делать только на долгосрочном периоде времени. Про все эти ФЗМ можно говорить очень долго, а ведь мне нужно продолжать заявленную тему про спасение средств от инфляции. Есть еще чего сказать. Поэтому про ФЗМ порекомендую вам посмотреть вот этот ролик, обложка на экране. Там объемный обучающий ролик, сказано про смысл инвестирования в ФЗМ, как выбирать их, зачем покупать, личные примеры и много другой полезной информации. Кстати, на все обучающие подобные ролики, которые я сегодня уже упомянул и показал обложки, я размещу ссылки в описании к этому ролику. Так будет удобнее для вас. Ну и советую подписаться на канал, у меня много подобного полезного выходит довольно регулярно. Далее, снова смотрим наш любимый график. Я его использую, потому что он отражает статистику на длительном периоде времени. У нас в России процессы экономические и инвестиционные похожи, но у нас подтвержденной статистики гораздо меньше по времени. То есть и у нас золото, облигации будут вести себя примерно так же, но естественно с поправкой на рублевую инфляцию. А это можно легко сделать. Конкретно сейчас инфляция по доллару, как я уже сегодня говорил, около 3%, а рублевая инфляция более 10%. Так вот, в этот раз смотрим на белый график и слово STOX. STOX – это акции. В расчет брались на этом графике, естественно, американские акции. Видим, что они в течение уже многих десятков лет обгоняют по своей доходности и золото, и облигации, и, конечно же, банковские депозитные вклады. Повторюсь, на протяжении многих десятков лет. Очевидно, что велика вероятность, что и дальше будет так же. Поэтому есть основания полагать, что и у нас в России будет нечто похожее не точно до каждой цифры, а именно по тенденции. Кстати, то, что инвестиции в акции, даже вот в России, наращивают капитал, обгоняя инфляцию, подтверждается моей жизнью, моей долгосрочной практикой инвестирования. Я бы точно не достиг уровня финансовой независимости более двух лет назад, если бы все деньги носил в банк на вклады, откладывал в доллар или, например, в золото. Этого точно не произошло бы. Кстати, предвижу ваш вопрос про недвижимость и сразу отвечу на него. Недвижимость не обгоняет акции на долгосрочном периоде времени по своей доходности, даже если ее сдавать в аренду. А если не сдавать, то доходность близка к уровню инфляции, ну, может быть, немного выше. Вполне сравнима с доходностью по золоту, серебру, то есть по большинству товарных других активов. Это надо знать. В подтверждение слов об эффективности моих вложений именно в акции, можно также посмотреть, какие суммы я показывал на канале, на брокерских счетах, то есть на фондовом рынке примерно пять или четыре года назад. То есть почти вот в самом начале этого канала на Ютубе, в самом начале своей деятельности. Посмотрите мои совсем старые ролики и убедитесь, что я инвестирую давно и понимаю, о чем говорю. А вот это обложка к очень старому моему ролику, в котором я рассказывал, как начинал инвестировать. Очень поучительное видео. В общем, я понимаю и хочу донести до вас, что для обретения финансовой независимости и для спасения своих денежных средств от инфляции нужно инвестировать, а не сберегать. Но инвестировать надо грамотно. У вас должен быть правильно сбалансированный инвестиционный портфель, в котором также будут присутствовать и другие классы активов. В нем есть место и для золота, и для недвижимости, и для облигаций. Важно, чтобы были не только акции. Все эти перечисленные мною сейчас разные классы активов умеют снижать общий инвестиционный риск портфеля и позволяют вам спать спокойнее во время мощных просадок на фондовом рынке. Некоторые из них, например, золото в большей степени, имеют более низкую корреляцию с классом активов акций. То есть зачастую не падают столь же сильно, как акции, и в некоторых случаях даже и растут при отрицательной динамике по акции. Но мне часто задают вопрос, а зачем вообще нужны низкодоходные бумаги типа некоторых облигаций. Или даже если посмотреть на этот график, то непонятно, зачем инвестировать в золото, ведь получается, что акции все равно вырастут даже после серьезных просадок. Нужны прежде всего потому, чтобы не хвататься за сердце, как вот с биткоином, Теслой, Газпромом, Полиметаллом, МВидео и ВТБ. Список можно продолжать долго. Советую изучить, кстати, графики этих активов и поймете, о чем я говорю. Также вы можете посмотреть мои видео в период ковидного падения фондовых рынков и в период после начала СВО в России. Очень нервное время для инвесторов. Посмотрите, как я тогда инвестировал. Никаких нервов, никакой суеты и резких движений у меня тогда не было. Портфель был сбалансирован. Результат при этом каждый год для меня нормальный и абсолютно приемлемый. Финансовая независимость укрепляется и неумолимо движется в сторону финансовой свободы. В общем, какой-то индивидуальный компромисс в портфеле по рискам неизбежен, потому что не существует идеального портфеля для всех сразу, который принесет большую прибыль, независимо от того, появится ли высокая инфляция или нет, готовы ли вы терпеть высокие риски или нет. Поэтому баланс по классам активов необходим. Ну а защитные активы типа золотой облигаций способны своим наличием снизить общий инвестиционный риск всего портфеля. Вот такие вот у них уникальные свойства. При этом при таком вот подходе к инвестированию общий инвестиционный результат у вас в долгосроке будет вполне неплохой и без нервов, и без дополнительных ненужных рисков. К тому же и времени на такое вот инвестирование много тратить не придется. Вполне можно будет продолжать свою основную трудовую деятельность и увеличивать капитал на инвестициях параллельно. Я так и делал. Ну а при регулярной ребалансировке портфеля по этим самым классам активов вполне может возникнуть дополнительный доход. Да-да, именно от наличия других классов активов в портфеле. Ребалансировка – это когда сильно выросший класс активов снижается в доле в портфеле, чтобы вернуться к предыдущему целевому риску портфеля. Ну а процент просевшего класса активов при этом увеличивают. От таких действий может возникнуть портфельный эффект, то есть дополнительная долгосрочная доходность. Такое возможно только при наличии в инвестиционном портфеле различных классов активов. Естественно, их нужно правильно сбалансировать. Также важно, чтобы грамотно были учтены различные риски. Именно это все я и пытаюсь до вас донести, чтобы вы не накосячили со своими деньгами. Для этого введу канал в Ютубе, в Телеграме, для этого создал обучение инвестированию. Инвестируйте осознанно. Это ключевое и самое важное. Не надо слепо следовать за советчиками, за различными гурами и другой нечистью из Ютуба и Телеграма. Думайте своими мозгами. А я, мое обучение, мои каналы вам помогут идти по правильному пути к финансовой независимости. Это, кстати, не секретный и несложный путь. Я его прошел и знаю, о чем говорю. Просто нужно двигаться в правильном направлении, иметь соответствующие знания и развивать инвестиционный иммунитет, который убережет вас от различных мошенников и хитрецов, которых в инвестиционной среде сейчас существует больше, чем нормальных честных людей. Итак, выводы по теме ролика. Что же спасет наши деньги от инфляции, конкретно сейчас и в будущем? Просто доллары и евро в углу, в тумбочке, во втором ящике слева или под яблоней на даче не спасут. Они немного снизят темпы обесценивания вашего капитала по сравнению с рублями. Банковский депозит тоже не спасет долгосроки. Но, учитывая текущую ситуацию и высокие банковские проценты, вполне можно рассмотреть банковские вклады под некоторые ваши текущие и среднесрочные задачи. Сейчас временно ваши рубли вполне можно спасти на банковских вкладах. Ключевое слово – временно. Но лично я дальше накопительного счета заходить для себя смысла не вижу. Потому что конкретно в текущее время фондовый рынок просел уже неплохо, и я даже наращиваю сейчас свое инвестирование в акции и в ОФЗ. Это хорошо видно на моем канале и в инвест-клубе. Я уверен, и мой опыт и долгая история инвестирования показывают, что инвестор прежде всего спасет от инфляции грамотно составленный, сбалансированный по классам активов и рискам инвестиционный портфель. Он спасет инвестора и конкретно сейчас, и спасет в будущем. В долгосроке он способен обгонять инфляцию и наращивать покупательную способность вашего капитала. А правильный баланс по рискам позволит вам инвестировать комфортно, эффективно и обязательно на длительном периоде времени. Ну, на сегодня это все. Успех финансовой независимости. Это пребудет с вами сила сложного процента.